Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Моя мама постоянно жалуется на свои проблемы, никогда не слушает мои. Считает, что на меня можно сливать весь негатив. У неё сложные отношения с её отцом. И она постоянно высказывает мне про то, какой он плохой, эгоист, как ей надоело туда ходить. Недавно похоронили бабочку, мне очень тяжело, ведь я росла с бабушкой и дедушкой с 10 лет после развода родителей. Моя мама привыкла жить для себя, теперь требует общения со мной, но помогает мне с ребёнком выслушивать мои проблемы не хочет. Только говорит о том, как ей плохо и как её достал дедушка. Как правильно выстроить с ней границы? Так, чтобы не испортить отношения. Вот, знаете, по иронии судьбы, по как бы это вот не парадоксальным, наверное, звучало, но ваш вопрос, он полностью, знаете, исключает ответ. Потому что и вам, в общем-то, и нам, в общем-то, совершенно очевидно, что ваша мама выстроила такие отношения с вами, где всё должно быть по её. А вот. И только когда всё по её, ну, тогда вот всё более-менее хорошо. Чуть что не по её, ну, всё, сразу всё, соответственно, становится плохо. Вот. И, соответственно, любое проявление такому человеку, любое проявление того, что можно назвать личными границами, да, особенно при условии, если человек привык. Ну, она ведь привыкла общаться с вами, ну, в каком-то ключе, да, она привыкла общаться с вами, вот. Там, не знаю, включая, ну, включая того, что вы всегда, там, должны её поддерживать, да, что вы должны выслушивать её, ну, проблемы, трудности и так далее. То есть она привыкла так. Она по-другому себя, ну, не видит просто. Вот. И это, как бы, накладывает очень серьёзный отпечаток. Вот. Это накладывает очень серьёзный отпечаток. На, ну, на вас не общались. Вот. Как мне кажется. И вот, ну, до тех пор, пока эта привычка не уйдёт. До тех пор, пока эта привычка, ну, скажем так, останется, да, будет оставаться. Ну, вот. До тех пор, я бы сказал, что ситуация, ну, вряд ли изменится. И важно понимать, что здесь важный, ну, вот, приоритет. Понимаете, здесь важный приоритет. Если мы говорим о том, чтобы вам, например, свою жизнь, ну, допустим, да, изменить, если мы говорим о том, чтобы вы могли как-то вот жить по-другому, да, если мы говорим о том, чтобы вы могли чувствовать себя по-другому, если мы говорим об этом, то, понятное дело, в таком случае, что, ну, приоритеты, они должны быть другими у вас. То есть, понятно, что, в таком случае, как бы, ну, наверное, наверное, в таком случае. Мы говорим о том, что, ну, как бы, вот вы, например, допускаете, вы допускаете факт того, что отношения с вашей мамой испортились. Не навсегда они, эти отношения, ну, восстановятся со временем, когда мама привыкнет, ну, вот, каким-то новым аспектом, да, какой-то, какой-то новой такой реальностью, скажем так. Это изменится. Конечно. Но какое-то время должно пройти и отношения, и спорт. И вот такой, на мой взгляд, знаете, достаточно важный момент, момент, достаточно, на мой взгляд, заключается в том, а чем вам так страшно, что, ну, отношения с мамой могут испортиться, с чего вы так боитесь. Не потому ли она как раз таки имеет, получается, над вами некую власть, что вот вы как раз боитесь, боитесь. соотношения соотношения с ним с спорт. Она как бы это может быть чувствует, она как бы это может быть понимает, она это может быть как бы знает, что вы этого боитесь. И поэтому себя так ведёт. Ну, понятно, что могут быть и другие причины. Это понятно. Но факт, это факт. Дальше. Я бы сказал, я бы сказал так, что человек, которому сложно, например, человек, которому сложно, другому говорить нет. Это человек, который боится, ну, наверное, в первую очередь остаться один. Во вторую очередь обладающий низкой самооценкой. И в третью очередь это человек, который по той или иной причине не чувствует своих личных границ, не прислушиваться к себе, к своим реакциям. Ну, вот, как правильно вам, в принципе, сказал мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович, что позитивно подкрепляешься. То есть мы позитивно подкрепляем поведение, ну, вот, людей. Мы позитивно подкрепляем такое отношение к нам, к сожалению. Вот это, вот это нужно менять в первую очередь. А вы хотите и, как бы, вы хотите и отношения изменить. Ну, то есть вы говорите о границах, да, и в то же время вы не хотите отношения портить. То есть, иными словами, вот, если я сейчас маме что-то скажу, она, например, обидится, да, ну, допустим, допустим. Что я сразу, как бы, ну, дам назад. Это значит, я сразу сделаю шаг назад. Понимаете, какая штука? То есть тут вот, конечно, есть в этом смысле, на мой взгляд, такая вот проблема. И эта проблема решается, ну, наверное, на мой взгляд, она решается только посредством принятия какого-то риска. Вот, она решается, эта проблема посредством, ну, вот, на мой взгляд, она решается неким таким, скажем так, реалистичным, реалистичным подходом. То есть, вот, подход к ситуации, он должен быть реалистичным. У вас он не реалистичен, в том смысле, что так невозможно. И вы свои собственные, например, страхи сейчас переносите на маму, например. То есть это неготовность к какой-то вот такой негативной реакции, например. Вы ее боитесь. Вы говорите про отношения, которые можно испортить, но мне кажется, что вы не принимаете то, что у вас они... Вы не испортите отношения, потому что они у вас уже испорчены. И это вовсе не отношения, потому что отношения – это все-таки какое-то взаимодействие, где два человека проявляют активность. У вас только мама, и это не отношения. Так же, как вот монолог-монолог отличается от диалог. Ну, примерно вот то же самое. Я бы так сказал. Поэтому вы просто иллюзию боитесь потерять. Боитесь потерять иллюзию того, что у вас есть отношения. Может, это связано с тем, что вы перед нами хотите быть хорошим. Может быть, это связано с тем, что... Ну, допустим. Может быть, это связано с тем, что вы себе не доверяете. Как-то так. Поэтому тут вот есть важные моменты, на которые вот нужно обратить внимание. Ладно. Увидеть свою проблему... Увидеть свою проблему... Порешить ее... С психологом, конечно. И дальше уже двигаться в направлении, в которое вы хотите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Увидимся. Увидимся. До новых встреч. Продолжение следует...